И здесь есть очень интересные аспекты. Во-первых, на чётках 108 бусин, и у каждой бусины есть определённый бог, который покровительствует человеку, который на этой бусине повторяет мантру. Во-вторых, когда человек повторил уже один круг, включаются ещё боги, которые как за круги, так и за качество общаются с этим человеком. И первое, ты помнишь, кто первый в списке? Нет, Караславов сейчас ответит. Нет, первые в списке всё-таки в сегодняшний раз. Вопрос, 108 бусинок? Да, 108 одинаковых бусинок плюс одна большая. Иногда у этой одной большой есть две подчинённые. То есть если на каждую бусинку произносить матри и пройти все один круг, Это будет 108 богов. То оно уже активировалось? Да, но здесь это как активируется? Здесь активируется, если человек повторяет не меньше четырёх кругов или если человек долго повторяет. Поэтому для тебя это, я говорю, как реклама. Вот как, допустим, по телевизору говорят рекламу, там, Вот, приходите в кинотеатр и смотрите фильм Человек-муравей. А сам, чтобы это всё посмотреть, надо прийти, там, и так далее. Так и здесь, надо повторять Манкараю, и тогда оно активизируется. А пока это просто ознакомлю его, что такое есть. Для него это уже актуально в его практике непосредственно. Для Андрея это ещё тоже пока, ну, как некий стиль. Итак, первым богом, благословляющим круг Манкарая является сам Всевышний Ра. Это должен был помнить. Тебе один минус за то, что ты забыл. Всевышний Ра благословляет весь круг. То есть если человек повторил один круг Манкарая, он получил благословение от Всевышнего Ра. Здесь, я думаю, разбирать глубинно не надо. Так же, Караслав? Да. Дальше. Большую бусину благословляет Яр-Равид. Понимаешь, кто это? Можно ещё пояснить. Яр – проявление Истанбога, Ра – проявление Всевышнего, Вид – функция Всевышнего как жизнедателя. То есть это разновидность инкарнационной версии Ярилы, как совместного проявления Истанбога и Всевышнего. Я, наверное, сейчас сказал такую фраза, что вы вообще не поняли, с чего оно видно. Нет, тут идёт то, что… Или пока на образах идёт. Нет, ну, поступило. Хорошо, я понял. Итак, бусину, которая находится над ней, благословляет Шукра Рахман. Надо разбираться. А бусину, которая находится под ней, благословляет Промысл. Надо разбираться. Это как бы первая четвёрка. Это ещё не непосредственно бусина. Это идёт первая – это круг. И дальше большая бусина. И дальше две, которые с ней. У вас есть и чёткие, на которых нет этих бусин, а только одна большая, то, соответственно, это тоже стимул дальше повторять. И так, чтобы со временем сделать профессиональные отчётки, где будет всё как положено. Так что по четвёркам? Не только. Здесь, допустим, следующее идёт тройка. Это Истанбог, Мыслебог и Числобог. Да. Кого из них надо проявлять для тебя или для кого-то здесь присутствует? Надо? Хорошо. Истанбог – это… Возможно, слышали про такую штуку, которая называется правь. Правь – это как законы Вселенной. Вот есть явь – это то, что мы щупаем, можем там, как Янукович, ручки, карандаши ломать. Это всё явный мир. Есть навь. Вот иногда присутствует привидение, а его не пощупаешь, а холод чувствуется. Или взгляд чувствуется. Домовик сидит в машине и смотрит на хозяина, будет его. А его не пощупаешь, домовик, а он есть. Есть мудрость – это информация Вселенной. Современными учёными доказано, что информация – это одна из физических составляющих Вселенной. Это то, что определяет, что вот это именно карандаш. Нет там в Крыму, где-то там войск России, ни при чём. Что он порушил? Порушил ли он какой-то закон, постам Бога, или какой-то людский рост? Ну смотри, Путин нарушил всё же только шуму. И международное законодательство, когда засунул чужие войска на нашу территорию. Путин порушил вообще элементарное человеческое приличие, когда он, с одной стороны, говорит «Нет, никаких наших войск, ничего нету, никого нету». А потом говорит «Учреждаем день спецоперации». Спецоперация – это такая новая русская тактика, когда российские войска переодеваются в форму местной армии и, изображая из себя местную армию, в общем, делают то, что надо Российской Федерации. Официально в России есть праздник «День спецоперации». И учреждён, насколько я понимаю, в день анекстеоперации. И в некоторых случаях Путин даже сам в интервью признаётся. В некоторых случаях Путин говорит даже такую фразу, что на Украине украинцы воевать не хотят. И то, что у нас на востоке – это иностранные регионы, знатовцев, американцев и ещё кого-то. Вот это в интернете есть его голосом сказано. Правда, но западный военкомат поделок за востоку. Нет, я не говорю, что наши люди хотят воевать. Наши люди не хотят воевать. Ни кто догонит. Но есть и люди, которые хотят отстаивать. То есть есть с разных сторон. И есть и там сепаратисты, которых заслали. Я знаю, люди мне рассказывали, что там просто приезжали с России диверсанты и говорили, хотите получить 20 тысяч? Встаньте перед украинскими танками и скажите, что вы там за федерализацией. И вот одна такая тварь назарабатывала там на таких путях и приехала в Житомирскую область, там, где живут мои союзники. И говорят, а можно где-то у вас купить квартиру, потому что нам в Донецке плохо, у нас война, злобная хунта нас там стреляет, там всё такое. А им говорят, а где вы деньги заработали? А мы заработали, перед танками стояли. Ну и там разумные люди говорят, пошли отсюда, тварь. Вы там у себя вот это устроили, и здесь вас пускать, чтобы у нас это устроили. Я знаю, в Одессу сюда приезжал Субботин, который приехал сюда, даже в этом офисе проводил занятия. И сначала эзотерика, эзотерика, потом, начитавшись Гробового, говорит, я вам всех мертвяков повоскрешаю. Хотя вообще идею, что он мертвецов повоскрешает, я вспоминаю, как идиотизм, на который может купиться только полнейший дебил. Почему? Потому что мы и есть мертвецы в какой-то степени, а в другой степени те, кто являются по отношению к нам мертвецы, могут уже быть нашими детьми или племянниками. А для кого-то можем мы быть мертвецами в прошлой жизни. И опять же, кто-то в какой-то жизни отжил, стал мертвецом, пришёл на следующую жизнь. И если бы даже был механизм, чтобы его выбрать из его жизни и всунуть в то тело, которое у него было, нафига. Он ту жизнь уже отжил, уже всё. Я работал всё там. Просто если бы тот Субботин был умным человеком, он бы сказал, по-другому воспринимайте смерть. Смерть – это просто переход. Были в одном теле, износили, измучили. Нате другое. А он здесь собирал бабушек, собирал людей, короче, которые боятся смерти. Которые эзотерики наслушались и думают, сейчас нам мертвяков тут всех воскресят, чакры прочистят этим вантусом и ёршиком туалетным. И будем мы тут засветлённые чернобыльской реакцией. Так вот, ладно, если бы он как шезотерик здесь шезотерствовал, я бы даже не сильно обращал внимания, таких здесь шезотериков в Одессе хватает, что можно отдельную свалку открывать. А он как? Проводит, проводит, а потом говорит, а давайте пойдём, скажем, что мы против войны. А давайте там это самое. И что вы, и вёл, а как раз это тогда, когда перед 2 мая. И вёл, и говорит людям, подпишитесь, что вы за референдум, подпишитесь, что вы за федерализацию. А они ж такие, уже там уши от лапши провисли. Уже же это Бог прямо воплощённый, бывший зэк, который тут приехал что-то это самое, с Тюменской области. Я понимаю, что ему там ФСБ дало деньги, ему дали задания. Здесь через агентуру его привезли, ему дали всё это дело. Через несознательных людей его просунули. Но меня поразило другое. Звоню я, вот этот опер народный от блока Юрия Тимошенко. Они, а нам пофиг. Звоню другим третьим, а нам пофиг. Так неудивительно, с таким отношением у нас здесь реально могут быть сепаратисты-подстрекатели, которые будут наш народ друг с другом сталкиваться. И всем пофиг, никому ничего не надо. Ну не знаю, что я буду делать, если это вернётся. А есть такие поползывания. Ну что-то надо будет делать, потому что там будет. Знаешь, что я слышал, что... Это отдельная история. Как бы идём обратно. Там туда надо обратиться, и там все вопросы решённые. Ну, туда другое. Туда сказали, что мы собираем полностью все его преступления, и вот когда он там уже за определённую черту перейдёт, что уже сразу можно будет вниз, тогда мы за него возьмёмся. Не, ещё больше. Вот это сказали самого верха, условно говоря. Поэтому истон-бог, бог истины, бог вселенских законов. Число-бог, бог информации, бог вселенской информации. Мысли-бог, бог мысли. Мыслительный процесс и та мысль, которая является центральной осью обелиска, которая находится в яйце, в плоскости которого проявлен наш материальный мир. Это всё под контроль на мысли-богу. Мысли-бог входит в разные троицы верхних богов. То есть вот здесь он входит в троицу из Истон-бога, числа-бога и мысли-бога. Есть другая троица, где Истон-бог, Всевышний и мысли-бог. Ну, в любом случае, мысли-бог один из самых высших богов, что только есть. И наряду с Истон-богом и числа-богом он неизменный. Если, допустим, белобог и чернобог, вот как нашу вселенную, наше яйцо разрушат, и в следующем могут быть уже другие белобоги и чернобоги. Другие личности, ну, на этой же должности. А Всевышний, Рада, Истон-бог, Арина, числа-бог, числа-богиня, мысли-бог, они неизменны. Они во всех вселенных, они одни и те же. Идём дальше. Курославы, надо ли что-то с ними прояснить? Да, в чём проявляется в Словине Истон-бога и в психничестве? Смотри, по функциями в жизни твоей. Соответственно, улучшение истинности, что, во-первых, тебе будет легче истину воспринимать, во-вторых, ложь ты сразу будешь чувствовать, и фу, не надо мне такое. Мысли-бог, улучшение качества, чистоты и скорости мыслей. Числа-бог, соответственно, улучшение познаваемости окружающего мира. Вот я, лично моё такое замечание, что часто люди сами обманываются, то есть не их обманывают. Да, их-то кто-то обманывает, но обманывают на основе того, что они сами хотят. Вот, допустим, женщина одна, которая хотела, чтобы её муж очень любил. Очень любил. Ей попался такой человек, который ей говорил, что он дышать без неё не может, жить без неё не может. Каждые пять минут звонил, на руках носил, а когда увидел ту, которая уже не просто зарабатывает деньги, а та, у которой ещё машина есть, и которая ему даёт поводить эту машину, он сразу в её вагину перепрыгнул. А та сидит такая, и как же, а он же меня любил, а он же то. А всё, потому что она сама хотела этого, а он просто подыграл. И вот я замечаю, что часто, вот так оно во всех ситуациях, что если человек сам хочет обмануться, находится тот, кто его обманет. Находятся люди, которые хотят, чтобы к ним пришёл шизотерик и сказал, вы уже совершенные, ты воплощённый Цезарь, а ты воплощённый Бен Ладен, а ты воплощённый там ещё кто-то. И они такие, о, а мы все воплощённые. Он приехал в другой город, опять, а ты Цезарь, а ты тот, а ты этот, и ещё полк Клеопатр, армия Александра Нахидонска. А вы их побудли. Да. И притягивают, как пазлы. В ком-то есть дырка, а кто-то готов эту дырку заполнить. Поэтому, если человек сам справедлив, сам истинен, справедлив и честен по отношению к себе, старается по мере возможности быть справедливым и честным, по отношению к другим его никто не обманет. А если обманут, он это будет воспринять просто как урок и скажет, спасибо вам, демоны. Вы меня очень научили. Вот у меня ещё была вот эта одна дырка, в которую вы залили свой гной. Вот теперь я понял, где она. Благодарю вас за вот этот гной. Я эту дырку залатаю. И ищите дальше. Где у меня, так сказать, что-то не так. А тупой человек, он будет, ах, вы же демоны плохие. Идём дальше? Да. Хорошо. Итак, четвёртую бусину благословляет Ракхах. Пятую бусину благословляет Рамадай. Шестую бусину благословляет Харун. Седьмую благословляет Зеланбок. Восьмую благословляет Ранантар. Девятую благословляет Раян. И десятую благословляет Радар. Ты их почти никого не знаешь. Однако все вы одного из них знаете. Харуна. Да, с четвертой по десятую вкуса. А у тебя тут написано это все? Да, конечно. Чтобы если будет сбой тут, будет тут. Если будет сбой тут, будет тут. Если будет сбой тут и тут, будет тут. То есть где-то это сохранится, чтобы вам так или иначе донести. А если забудете, будет запись, где сможете это пересмотреть. А если понадобится детализация, помощь еще тысячу с лишним записей на основном канале, пара сотен на дополнительном, еще пара сотен на втором дополнительном. Вот что на сайте и все равно там. Ну сайт временно не функционален, однако скоро воскрешу. А что случилось, кстати? Съели черти. Вот так, советские. Убилица? Все хорошо. Убилица? Это уже не впервые. Все хорошо? Не переживай. Не переживай. Нет, и не впервые. Спасибо. Никому не кажется, чего ты знал информатика. А кто кого не знает? Да, то есть есть определенные группы, которые считают, что ведические знания – это их наличная собственность. И им удобно, когда вот они знают, а остальные живут как живут. И когда я что-то такое делаю, они сразу… То есть мне и угрозы были, и одного товарища, которым они думали, вообще меня запугать так, что я там не знаю… А когда он мне по скайпу звонил, я просто записал, сразу всем союзникам эту запись разослал и говорю, товарищ, если ты хоть что-то из этого исполнишь, и если даже я помру, вот мои союзники там вообще с Владивостока эту запись выложат, а туда ты не довернешься. И он такой, все, ладно, понятно. Итак, первый бог из этой группы – это Ракхах. Что ты про него помнишь? Это возвращаемся к истории Вселенной, когда уничтожалась предыдущая земля. Ракхах был главой союзного войска светлых сил, условно говоря, которая противостояла Нухтабу главе демонов. Но брат главы демонов Нахапкай предупредил Ракхаха о определенных планах Нухтаба, и они совместно смогли его… Ну, потом Всевышнему пришлось это все окончательно ликвидировать, и Всевышний как в виде солнца вспыхнул и сжег внутреннюю часть солнечной системы вместе с планетами, вместе с войсками и светлых, и темных. Но темных он отправил вниз, и он сделал так, что вот есть одна из самых страшных пекельных планет, и как бы духом этой планеты стал Нухтабу – главный демон. То есть он чувствует все те страдания, которые там причиняются всем тем живым существам, которые там. И он страдает вместе с каждым из них. Он страдает на протяжении уже как минимум пяти миллиардов лет. Всеми возможными страданиями. Это ему такое интересное. А, соответственно, боги, такие как… Он уже, наверное, не чувствует страдания. Не знаю, я с ним не общался. Ну, он даже просто неразу. Я даже не медитировал к нему ни разу, не совсем понимаю, как это сделать. Потому что по текстам, очевидно, его сознание должно быть настолько перегружено, настолько убито, что он воспринимает только эти страдания. И, по сути дела, наверное, даже себя не осознает уже. Только осознает непрекращающиеся потом боли. Ну, это его уже дело. Но Ракхах и Нахапкай, они стали двумя хранителями Солнца. И на Солнце они являются как два князя такие. Наряду со Всевышним. Всевышний – это верховный правитель Солнца. По правую руку Ракхах – глава войска светлых сил. По левую руку – Нахапкай. Тот, кто изначально был из демона, но тот, кто предупредил светлых о некоторых их кознях. Это вкратце. А чтоб детально, есть гимны на эту тему, есть тексты. Мне единственное, что надо – время и силы, и средства на их перевод. И со временем будет полная детализация. Кто что делал, как был и как всё было. Вся биография будет. Чудно, вину включено из Нахапкая. Потому что это одни из богов, непосредственно связанных с жизнью на Земле. Нахапкай является солнечным хранителем. И как Прамага Паттай – это великий змей, который по основании Вселенной удерживает с собой всё мировое яйцо. Но также, по сути дела, Нахапкай является богом-поддержателем солнечной массы. После той солнечной вспышки, которая сожгла внутренние планеты. В египетской культуре его звали Нахапкау, то есть практически так же само. Он известный и в индийских текстах с таким же именем, и в хетских текстах. То есть, что? Ракхах. Ракхах, кроме рахманской традиции, я не встречал его, нет. Всё-таки христиан вообще. Ёвли не за скрицей. А у христиан совсем хорошо. Иди греши, приди к папону, тебе грехи недорого отпустят и иди дальше. А если ты не грешишь, то зачем ты вообще такой нужен? Ведь не погрешишь, не покаешься, не покаешься, не... Не, я с батюшкой говорю, кто написал Библию? Еврей. А кто написал это? Кто? Кто? Еврей. Тора по одному написано, а Библия совершенно по другому написано. И что он говорит? А в Библии написано, что все родились в грехе. То есть, младенец не успел родиться, а мужа грешный. Вот относительно христианская идея первородного греха, я считаю это полнейшим идиотизмом. Почему? Потому что грех – это ошибка. Ошибка – это если они в похоти рождают. Вот когда мужчина только вот эта вот вагина, которую вот как бы туда там поглубже, и не видит. А если... Не видит личность, которая за этим стоит. А если они все в осознанности, ведь в Ведах даже описывалось, и вот тот же текст Камасутра – это ведический текст, в принципе. Описывалось, как правильно начинать, как правильно это делать. И это все без похоти, без каких-то глюков, разумно, планомерно все осуществляли. Не привязываясь к тем или иным объектам, которые в ходе этого использовались. С подготовкой, как я говорил. И с подготовкой тоже. То есть все было хорошо. У него же нет конкретно. У него батюшка от меня текает. У меня была ситуация, что я со своими знаками зашел вот сюда на Пушкинскую. Вот это ильинские что-то там, монастыри или что-то такое. А просто посмотреть за ним. Интересно, что они творят, какие у них сущности там лазают. Этот на меня смотрит, поп такой. Этим машет, 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 машет. Этот отрывается, а там пол гладкий такой, мощеный. И этот акадил до входа летит. Поп такой отошел, подбежал, с акадилом прибежал. Я потом ближе подхожу там. А общаться он вообще не захотел. Он шел туда, то есть потом. Но когда он уже отчитал это все. А я понимаю, можно там с вами поговорить? Я же не хотел узнать, что это с ним было такое. Это так само, как в мужской монастырь. И там захожу, а там отчетки делают. А у меня, я замен с Кристикой, там пятиконечная звезда была. Так захожу, а не в пусту, а с этими перегородками, все. Ко мне этот монах подходит, раз прошел. У меня так боковое зрение на меня. Подумал, она говорит, ты хоть знаешь, что ты носишь? На звездочку? Я говорю, конечно же знаю. А ты имеешь право носить? Я говорю, конечно, имею. Он просканировал меня. Потом я так уронился. Все в шоке. Они все и ушел. А почему? Потому что у них же как? В иудаизме внешняя часть это культ Яговы. Ну, Ягова у них как? Это начальник ДЭС. А еще есть Самая. Вот тайны книги она это все разъяснила. А Самая – это непосредственно их создатель, ученый, который состоял за этим адемским экспериментом. И тот, кто когда увидел, что Ягова натворил, когда он сказал, будьте тупыми свиньями и сидите там, дерево не трогайте, ничего не знаете, только делайте, что вам скажу. Самая пришел и говорит, Ева, слышишь, я тебя от бесплодия извлечу. И давай вот знанием просвещайся. И он Еву это там просветил. А потом и Адама. А Ягова такой, когда приперся туда, говорит, а как вы без меня это все делали, а вы плохие это такие. Вот поведение кого-то не напоминает. Что типа как бы и делай, но и делай, и вообще не дыши. Не знаю. Вот. И я всегда вот это ей указываю. Ну это отдельность. Но вы его не пробуете переформатировать. То есть он как вот так ходит дальше в церковь, как в свете ставит. Поэтому, Корослава, иди Мадай. То есть вот перед своей жизнью вы в описании. А, Корослава, кто такой Рамадай, знаешь? Еще по ракаху, якое благословление. Благословление, возможность победить превосходящие силы. Рамадайце, князь, Нобли, Секвара, и яка колония переселенцев Арктиды. Представь меня так. Ну ты знаешь его. А какое благословение, чего ж ты не просишь? Я это выясняю. А смотри, он дает благословение мудрости в проявлении именно в быту. Если числа Бог дает благословение мудрости, но как возможности познавать вот это все. Там еще, то есть здесь мудрость, целый ряд богов, которые боги мудрости. Здесь у каждого из них заход к мудрости с разной стороны. Вот это тот, который заход к мудрости, но в прямом прикладном приложении этой мудрости от высшего познания Вселенной до бытового копания огородов, условно говоря. Понятно? Перуна, знаешь? Да. Хорошо. Зеленбога знаешь? Какое благословение для перуна? Ну по своим функциям, в принципе. Защитник жизни. Ну что? Людина відчувает, он повторил все? Вот что відчувает, я вообще не буду даже здесь фантазировать, потому что каждый по-своему. В смысле благословение? А благословение перун защитник жизни. То есть еще один плюс, чтобы некая нечисть тебя не кусала. Или на потенциальных, где какая-то нечисть тебя может укусить у тебя в карме стоит, а тебе уже все, говорят. Минус – это возможность помучаться. Минус – это возможность помучаться. Правда хорошо? Сейчас я не правду. Но вы чувствуете, что манкарай пишутся, что занимают кармичные реакции? Занимаю. Но смотри, с одной стороны, манкарай – это манко райана, то есть направление рака всевышнему. И это уже, это сама цель, собственно. И это уже то, что как бы при этом, если этого достигнуть, все остальное можно вообще выкинуть, оно даром не надо. Ни благословение всех этих богов, ни гармонизация воды. Однако, вот тут-то и проблема, что полная. То есть получается, что высшая цель – это самое главное. Но дальше манкарай имеет свойство и очищение кармического счета, и гармонизация окружающего пространства. И вот боги благословляют. И это только одна из ступеней. Есть еще ряд ступеней, но их мне уже вообще не с кем говорить реально. Это я могу говорить только или с Митровратом Триславом, или с Орданом Мирославом, или с кем-то из традиций. А ты еще даже не поймешь, как к этому подступиться. А они тем более. Никто есть. Поэтому, как бы… А функцию манкарай и плюсов – море. А минус – лень человеческая. Что лень взяться за четки и повторить именно все. Но минус большой, который многих людей от этого отталкивает. И они говорят – не можем. Вот сам ту барбау ту смотреть можем, а манкараю – не можем. Махабхара. Давайте… Нет, Махабхара – это то еще ладно. Я только не отменялась. Итак, Паруна понял? Да. Зеленбог. Благословение Зеленбог. Способность расти, развиваться. Способность как бы возрождаться, восстанавливаться. Почему только Зеленбог на початку, а Зеленбог – аж в конце. Ну, у них свойства разные. Смотри, здесь ты не пытайся проследить вот четкую иерархию. Здесь четкой иерархии нет. Здесь просто дано в плане того, вот как ты повторяешь. И вот, да, ты повторил часть, а ты можешь на этой части сорваться, тебя демоны оттаскали. Еще там есть у каждой бусины свой демон, который отвечает за то, чтобы вести в искушение человека. У каждой бусины, да? Конечно. Это тоже нужно разбирать. Разберем. А можно забрать? Давай. А Зеленбог означает расти людьми? Зеленбог вообще – это Бог растительности. Его земное воплощение – князь Лях, прародитель поляков. Расти и развиваться. Да. Но в контексте жизни на Земле он Бог всех растений. А в контексте человеческого духовного развития он Бог человеческого роста. Нет. Потому что его еще другое имя – это Расте Бог, то есть Бог растительности. Расте. Чего? Расте. Расте. Расте Бог, то есть Бог растительности. Не путай с какими-то глюками наркоидными там, своими. Так вынуждено прошиваться самодолик. Что можно выяснять, то попробуем выяснять. Осуществлять? Не напрошиваться. А если какие-то незваные гости напрошаются, я им говорю, да помилует вас Аллах. Потому что я не в силах. Но они это иногда не понимают, ну и звонят другим людям. И это жах. С припадками ужаса и кошмара по перемену. Но идем все-таки к хорошим. И дальше у нас идет Бог Ранантар. Что ты про него помнишь? Моя живущая. Моя живущая. Какая раз. Что ты сказал про напрямую? Ну-ка. Ну-ка. Собственно, да. Бог Ранантар имел ряд воплощений в истории Вселенной, обозреваемой в ведах. И это тот Бог, который может благословить непоколебимым направлением своего сознания ко Всевышнему. Отрешением от материальности и устремлением к духовности. Тексты о нем это также подлежат переводу, подлежат еще. Подлежат, подлежат, только надо их переводить. Вот поможешь в переводе, когда изучишь? Будет правильно? Там на этом тексте написано. Да нет, хорошо. Это ж я тебе так. Чем больше. Даже он дал мне самые такие конкретные. Ну это да. И то я тут понял всего проценту 5. Это причем если, допустим, это если полностью мантрически повторять эти оба текста. Первый текст закрывает демонические подключения, все возможные. Второй текст открывает пути духовного развития и пути в жизнь. Это если их повторять. А для этого есть вот это все. Три томика прочитала, потом можно маленький. Ну да. Еще к этим томикам прилагаются пара сотен моих видеозаписей на YouTube. Шесть половины канала не разобраться. У меня вот это второе. Открывание пути? Да. Хорошо. А Омар Ася тебе в помощь. Вот она. Первая. Вся. Все три. Я же тебе скажу. Три томика, а потом еще и кассеты. Ни каких три? Четыре. Да не пугай же жлютый. Все это один томик. Один. Одна книжечка. Один текст. Один. А аудио книги есть? Нет. Можно с моих видеозаписей вытирать аудиодорожку. А электронный? Электронный вариант книжки? Электронный вариант книжки. ПДФ его не берет. Не берет, да. Потому что из-за кучи шрифтовых картинок и так как они сопоставлены. ПДФ кричит. Не ковыряй мозги. Я это не умею. А есть ли такие фотографии? Ну да. Можно. Единственный вариант. Когда-то я программой с Найгой выдирал по картинке. Вернее по страничке. Эта картинка. Эта такая. Ну да тень. Что мне проще уже напечатать. Это на принтере. А хотите сканируйте. Хотите не сканируйте. Давайте сканируем. И следующий Бог у нас кто? Раян. Ты его помнишь? Ну, Бог Арктиды. Остров Арктиды. Не Бог Острова. А Бог духовного устремления к Ра. Ра Сознанию. И этот остров это был посвящен Ему. И моего Учителя именно в честь него звали. Раян Правейслав. Но этого Бога просто зовут Раян. То есть Ра Сознающий. Сознание Ра. Который помогает всем остальным в осознании Ра. И следующий Бог. Как его звать? Радар. Самый так. Это Бог даров от Ра. И на одном из разумений это Бог того, когда человек готов подарить свою жизнь полностью на служение Всевышнему. Но дальше он переходит в понимание и понимает, что сама жизнь это и является даром Всевышнего Ему. И дальше уже как этот дар правильно использовать. То есть по большому счету здесь какого-то конкретного благословения он не дает. Но здесь целый ряд благословений приблизительно такого направления, как я очертил. Как бы переосмысление того, что мы имеем в контексте того, что нам надо и как нам надо. Это группа законченная, следующая группа длинная. Мы могут уже... Хорошо. Уже перегрузили. Хорошо. Во-первых, не только холодистый, но и энергетический. Я... Я ожидал от тебя больше. Я говорю честно. У меня... Вечно. У меня... У меня... У меня... У меня... У меня... У меня... Мурашки уже так... Нервная система начала восстанавливаться. У меня так и... И лимфы тоже. Хорошо. Значит, нам надо провести Словении. У меня... Я не попросился. Я... Я... В конце лета мы проводим в Одессе фестиваль. На три дня мы сюда приедем. До сентября месяца я поднакачаюсь. Почистю себя еще... Посмотрим, как. Уже держу. Если нормально, то можно и... Я готов хоть завтра на горе провести. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Тянело. Эх... Как это же все прискорбно. Ну, я надеюсь на лучшее. И жду, когда ты проведешь такое славление, что я скажу, а знаешь, а я что-то не знаю. В интернет-фестиве? Ага. Есть. Есть. Есть гратотоха. Вот перед поездкой сюда я поехал... Присылай мне эту гратотоху. А что она такая грохотащая? А там больше сорока минут. Гратотоха. Гра. Черкословник. Грато? Гра, гора. Ага. Больше сорока минут нельзя. Там находиться, потому что будет энергия здесь. Ну, правда, час, где-то полтора находился. В общем, надо будет мне с палаткой туда поехать и пару месяцев там помедитировать. Так что... Мне честно, мне даже интересно, когда мне там, допустим, или в России, или где-нибудь там других местах говорят, а здесь гиблые места, а здесь там еще какие-то, а нормально. Это аналитично, да? Я с богами там общаюсь. Там выходит десятку мощнейших мест в мире. И нормально. Все боги благословляют, и никакое гиблое место. Кстати, если надумаешь туда ехать? Надумаю. По крайней мере, 4-5 из наших, ясновидящих, произвели такие, практикующих. Тоже подтянутся. Хорошо. Потому что мы любим толпой. Кстати, там вот этот камень, пшеница. Кто-то тоже прославлял. Я еще навечествует то из этих. А там есть под Москвой одно такое место, которое считается гиблом. И местные родноверы, ну, одни из них, то есть. Те родноверы, которых я как увидел, как они все свастиками обвешаны. Я им потом на следующий день, все, ребята, я с вами прощаюсь. Потому что мне как-то, то есть, есть люди, которые там что-то начинают глючить, что там я им не подхожу, или что. А мне не подходит, чтобы возле меня где-то там присутствовали люди, которые обвешаны настолько свастиками, что непонятно, или я со славянами, или это эсэсовцы-мутанты, которые уже обросли свастиками просто. И вот они там, а давай, а мертвое место там такое, все мы там 5 минут не можем. Что там? Ничего там нет. Место как место. Мне даже интересно было. Там леший говорит, что, а я их сюда не пускаю, типа, это моя территория. Так он нас не договорит. А я с ними не договаривался, я так там посмотрел, он ничего не делал. Я просто, а кто здесь, что здесь. Нормальный леший, их он там бьет, насколько я понимаю. Потому что, ну, завешаться свастиками, это же ересь уже пареньшая. Такий вопрос. Ага. Как ты рассказывал, ты в прошлый раз меня просканировал. Есть такое. Винчик сканирует. Нет. Я его просканировал, а у меня просканировал. Причем ты несколько раз заходил с разных сторон сканировать? Сегодня мне интересует то состояние и то, что я приехал. Потому что я был в наслаблении. Разница поменялась в потоках. Потоком видно, прочистили, проделали. И что мне не нравится в твоих тонких полях, что у тебя слишком много Нави. И это тоже замечал. Нави – это одна из четырех стихий. То есть это не значит плохо, но и это малоинтересно. За что она защищает? Я не хочу защищать. Есть много у тебя нечистой. Ну не нечистой, а просто Нави. Не мы накинем на тебя много. Вот так скажем. Ты очень с ней много работаешь, она тебе перестает. Ну где-то так. То есть есть много как бы ниток. И я смотрю, вот это нитка. И она идет куда-то. Смотришь, она на другом конце. Такое рыломерство. Какое-то вообще области ты такое взял. Какое-то вообще такое, как чебурашка какая-то, но с многими рогами и такое страшное. Я посмотрю, куда это нитка сейчас. Офигеть, вы знаете. Или она спряталась, или ты ее спрятал. Ну просто я это десятис вольт дал на этой нитке. Ага. Ну так смотри, так делать не только в этом. Лиза, я, кажется, разговариваю. Вверху. Ну много нави их подключений, это да, это я вот вижу и чувствую. И как бы... Почему ты... Вот здесь присутствовал человек, у него есть подключение к нави, но у него к светлой нави. И у него уже это со светлой нави постепенно все переходит в слайд. А отчасти оно уже находится в мудрости и вправе. То есть за ним наблюдать мне каждый раз интересно. Потому что он каждый раз, хоть на миллиметр, но видно сдвинулся. 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 Вот хорошо. Вот мне вот, когда большие мои ученики учатся, и я так прикидываю, что через года два-три они превзойдут меня. Знаешь, вот такая... Пока радость у меня... Класс! Он больше меня будет знать. Ну да. Пока радость. Согласен с этим. А вот, когда славление показал их...